Выпуск начнем с трагической новости о дорожно-транспортном происшествии в Тахтамукайском районе. Там погиб ребенок. ДТП произошло 8 октября около 15 часов 30 минут на участке автодороги, соединяющей населенные пункты Панахес и Афипсиб. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Как предварительно установлено, 26-летний житель Энема, управляя «Жигулями» седьмой модели, допустил наезд на 10-летнего мальчика, проживавшего в ауле Афипсиб. По некоторым данным, ребенок пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. Мальчик был госпитализирован в Краснодарскую больницу, но от полученных травм скончался. В полиции выяснят обстоятельства ДТП. Мы вновь призываем водителей к внимательности, а родителей к разъяснению детям дорожных правил. Следственным управлением МВД по республике Адыге завершено расследование резонансного уголовного дела, фигурантами которого являются двое жителей Ростовской области в возрасте 27 и 39 лет. По данным следствия, они причастны к покушению на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В апреле текущего года при проведении мероприятий сотрудники профильного подразделения полиции Тахтамукайского района получили информацию о том, что мужчины планируют прибыть на территорию Адыгеи для сбыта наркотиков путем осуществления тайниковых закладок. Машину, на которой передвигались мужчины, остановили в Тахтамукайском районе. Пакеты с порошкообразным веществом оперативники обнаружили за обшивками в дверях. Затем с участием подозреваемых были установлены места осуществления нескольких крупных закладок, которые они сделали ранее. Общая сложность и вес наркотического средства составил более 8 килограмм, что в соответствии с законодательством Федерации является особо крупным размером. Тогда в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 УК РФ. По ходатайству следствия обвиняемым было избрано меропрещение в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд. Санкция статьи вплоть до пожизненного лишения свободы.